Александр Сергеевич Пушкин сказал «Язык неистащим в соединении слов». Таким образом, поэт отметил богатые возможности сочетаемости слов в русском языке. Действительно, даже одно и то же действие можно уточнить по-разному. Плыть к берегу, плыть медленно, плыть вдвоем, плыть в лодке. У одного и того же предмета можно выделить разные признаки. Красная шапка, шерстяная шапка, меховая шапка, вязаная шапка, моя шапка. Но действительно ли безграничны возможности сочетаемости слов? Объединение слов происходит не стихийно. Оно подчиняется строгим законам синтаксиса. А словосочетание — одна из важнейших единиц синтаксиса. Словосочетание — это соединение двух самостоятельных слов, связанных подчинительной связью. Подчинительная связь объединяет неравноправные компоненты, один из которых является главным, а другой — зависимым. От главного слова к зависимому задается вопрос. Функция словосочетания, как и функция слова, состоит в назывании предметов. Номинативная функция, но словосочетание делает это более детально. Сравните. Деревянный стол, ученический стол, кухонный стол. От слова словосочетание отличается тем, что состоит из двух и более самостоятельных слов. Значение словосочетаний складывается из значений слов, которые входят в его состав. От предложения словосочетание отличается тем, что не является коммуникативной единицей. Мы общаемся не словосочетаниями, а предложениями. Словосочетания являются для предложений строительным материалом. Кроме того, предложение может состоять из одного слова — «подморозило», а словосочетания нет. Как из слов «восхищаться», «картина», «сидеть», «урок», построить словосочетание. Для этого надо связать слова по смыслу и грамматически. Грамматическим средством связи является окончание или окончание и предлог. Наречия с главным словом соединяются только по смыслу, так как наречия — неизменяемая часть речи. Только связанные между собой самостоятельные слова образуют словосочетания. Рассмотрим предложение. Первый луч солнца выглянул из-за тучи. В этом предложении выделяются следующие словосочетания. Луч какой? Первый. Луч чего? Солнца. Выглянул. Откуда? Из-за тучи. Грамматическая основа «луч выглянул» не является словосочетанием. Чтобы вычленить словосочетание из предложения, надо выделить грамматическую основу, выделить словосочетание, имеющее отношение к подлежащему, выделить словосочетание, имеющее отношение к сказуемому, выделить словосочетание группы второстепенных членов. Модель словосочетания показывает, какое слово является главным, какое зависимым и какими частями речи они выражены. Со строением словосочетаний связано грамматическое значение. Смысловая связь слов в словосочетаниях устанавливается по вопросам, которые задаются от главного слова к зависимому. В словосочетаниях могут выражаться следующие основные значения. Определительные – предмет и его признак, солнечный день, тетрадь в клетку, яйца в смятку. Объектные – действие и предмет, на который оно направлено, стремиться к знаниям, защищать Родину. Действие и орудие действия – стучать молотком. Обстоятельственные – действие и место, время, причина совершения действия, уехать из города, вернуться поздно, отсутствовать по болезни, одеться модно. Словосочетания могут иметь различную модель, но выражать одинаковые значения, то есть быть синонимичными. Например, деревянный стол – прилагательное плюс существительное, стол из дерева – существительное плюс существительное, мамина книга – прилагательное плюс существительное, книга мамы – существительное плюс существительное, идти радостно – глагол плюс наречие, идти с радостью – глагол плюс существительное. Потому какой частью речи выражено главное слово, принято выделять именные, глагольные и наречные словосочетания. Рассмотрим несколько словосочетаний. Пятый класс. Главное слово выражено именем существительным. Следовательно, это именное словосочетание. Высокий дом. Именное. Бежать быстро. Главное слово выражено глаголом. Следовательно, это глагольное словосочетание. Читать книгу. Глагольное. Очень холодно. Главное слово выражено наречием. Следовательно, это наречное словосочетание. Необычайно интересно. Наречное. Чтобы выполнить разбор словосочетания, надо назвать главное и зависимое слово, поставить вопрос. Определить, какими частями речи выражены главное и зависимое слово. Назвать средства грамматической связи, выделить окончание у зависимого слова или окончание и предлог. Определить модель словосочетания. Проанализируем словосочетание пушистый котенок. Речь идет о котенке. Главное слово — котенок. Котенок какой? Пушистый. Это зависимое слово. Выделяем окончание. Главное слово выражено именем существительным, зависимое — именем прилагательным. Это модель словосочетания. Так как зависимое слово согласовано с главным в роде, числе и падеже, то тип связи — согласование.